Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. О главных новостях прямо сейчас. Вниманию родителей! В Чувашии с начала года уже пять детей выпали из окон. Импортозамещение в регионах. В Чебоксарах прошло заседание правительственной комиссии по безопасности электроснабжения. Социальная инфраструктура. Новые объекты в новых микрорайонах. Сегодня в республике прошло заседание правительственной комиссии по безопасности электроснабжения и подготовки объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к отопительному сезону этого года. В нем принял участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак. Качественная подготовка – это гарантия бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период, отсутствие аварий и стабильная подача в дома и на предприятия электроэнергии, воды и тепла. Именно на лето приходится основной объем работ, связанный с ремонтом и модернизацией всех инженерных сетей. Мы для себя отмечаем, что на сегодняшний день мы перевалили квадр подготовительных работ. У нас там в середине сентября мы должны все закончить. Идет поиск постоянно новых подходов и вот развернутся цифровые полигоны. Постоянно идет работа над цифровой платформой. Очевидно, в рамках развития национального компонента идет постоянная работа над программным обеспечением, чтобы это было именно нашей разработкой. Большую работу проводят сами электросетевые генерирующие компании, причем за счет своей инвестиционной составляющей. Основной упор делается на цифровизацию технологических процессов. Над этой задачей в республике работает целый электротехнический кластер, уже имеющий определенные наработки в этой сфере. Этот электротехнический кластер, он дает огромный задел для развития интеллектуальных систем управления в электросетевом хозяйстве. То, что производится в республике, это в основном интеллектуальные устройства, которые позволяют энергосистеме работать в синхронном режиме, обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. Поэтому это все является ключевым, основным звеном для перехода на новый технологический уклад, для совершенствования и повышения эффективности работы электросетей. То тарифное меню, которое существует, конечно же, тоже должно оптимизироваться. Потребитель должен сам выбирать, в каком объеме, по какой цене, в какого качества электроэнергию он может и должен потреблять. Евгений Кропчак побывал на предприятиях ЭЛАРА, ЭКРА и ХИВЕЛЬ, где наглядно увидел разработки сферы энергосбережения. На правительственной комиссии обсудили ситуацию в регионах ПФО. Какие есть проблемы, что в приоритете. Работа подготовки объектов энергетики, объектов ЖКХ ведется в плановом порядке. И индекс готовности на сегодняшний день в среднем по объектам ЖКХ составляет 69,9% в республике. Работа продолжается. Паспорта готовности объектов ЖКХ будут готовы к 1 ноября. Один из самых молодых столичных микрорайонов «Новый город» – воплощение самых современных архитектурных проектов. Внешне и внутренне дома отличаются от стандартных застроек, плюс новая инфраструктура, создающая удобство для жителей. Уже построено 4 детских сада. В планах начать строительство еще двух. А в этом месяце сдаются школы на 1600 мест. Жители ждут и обещанный крытый ледовый каток. Планируется, что это будет аналог уже построенного на Игерском бульваре. У одного из крупнейших региональных игроков рынка недвижимости в перспективе еще немало амбициозных проектов. Музыкальная и художественная школы, спортивный комплекс. Да не один. В наших планах также это освоение территории соседнего 4 микрорайона, где должен появиться крупный региональный торговый центр. На этой же территории должны появиться и дворец водных видов спорта, дворец единоборств, школа тенниса, ну и ряд других объектов. Еще один тренд современного строительства – двор без машин. Это когда за домом создается одна парковочная зона вместо нескольких. В микрорайоне, где много молодых семей, большая потребность в детских площадках. Их строят одну за другой. Современный скейт-парк спроектирован питерскими строителями. Он первый в Чебоксарах и пока самый большой в Поволжье. В активной фазе строительства сегодня бульвар. Привлекли ведущих дизайнеров. Не буду раскрывать всех секретов, но буквально в течение этого месяца мы бульвар завершим. И жители уже смогут воочию увидеть действительно уникальный, интересный, необычный бульвар на территории Нового города. В Рио глава Чуваши Олег Николаев поздравил тех, за чьими плечами опыт и преданность своему делу. В строительной отрасли Алифтина Трифонова более 20 лет. Для нее это не просто работа. Это возможность дарить людям радость. Дома строим, красоту наводим, людям комфорт создаем. Каждый носит свой вклад, лепту. Я подставляю в основном раствор, бетон на каждый объект, чтобы вовремя доставка была. Времена, когда людям для комфорта надо было не так уж много, прошли. Застройщики Нового города это очень хорошо понимают. 220 гектаров территории позволяют реализовывать самые масштабные планы. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. С августа увеличены страховые пенсии у более чем 80 тысяч работающих пенсионеров Чувашей. Пенсионный фонд сделал перерасчет, исходя из уплаченных работодателями страховых взносов за 2019 год, не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. Среднее увеличение пенсии составило 167 рублей 23 копейки. Размер выплат зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и количества пенсионных коэффициентов. Это зависит от того, что когда назначена пенсия, либо произведена индексация текущих пенсий. У работающих пенсионеров без учета индексации выплата пенсии производится с 2016 года. Но отдельно граждане увольнялись, в последующем устраивались на работу. Поэтому максимальное увеличение в текущем году 279 рублей. Также с 1 августа 2020 года произведена корректировка накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат у 830 человек. Средний размер срочной выплаты с 1 августа после корректировки составил 1903 рубля. Это вот именно участники программы софинансирования. Средний размер накопительных пенсий составил 530 рублей. Ну, большинство, конечно, у нас накопительные пенсионные накопления получили единовременно. Таких граждан 109 тысяч. В республике средний размер страховой пенсии по старости после августовского перерасчета составил 14700 рублей. Страховую пенсию по старости получают 86% пенсионеров Чувашии. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Вечером 3 августа в Канаше из окна квартиры на 8 этаже выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он скончался в больнице. По предварительной информации, мать ребенка уехала на заработки, оставив его со своей знакомой. Следственный комитет Чувашии проводит проверку по факту смерти ребенка. В прокуратуре Чуварской республики по данному происшествию также организованы проверочные мероприятия. В ходе которых будут установлены подробные обстоятельства произошедшего и дана оценка деятельности родителей и иных лиц, не обеспечивших безопасное нахождение ребенка в квартире. Кроме того, с учетом того, что в текущем году это уже пятый случай падения детей с высоты в нашей республике, органами прокуратуры совместно с иными госучреждениями будет разработан комплекс мер, направленных на предупреждение несчастных случаев, в которых гибнут дети, либо получают различные телесные повреждения. К таковым относятся не только выпадение из окон, но и гибель детей в водоемах и на дорогах. Правоохранительные органы и врачи призывают родителей быть предельно бдительными и не оставлять детей у открытых окон. Не проходите мимо, если вы видите несовершеннолетнего ребенка у открытого окна. Сразу же сообщите об этом в полицию или по телефону 02 или 112. Ремонт не только проезжей части, но и дворовых территорий, замена бордюров и установка детских и спортивных площадок. Реализация федеральных и республиканских программ благоустройства формирует в Новочебоксарске общую комфортную среду. Накануне ход работы ценил в Рео главы Чуваршей Олег Николаев. Это сейчас молодая мама Ирина Клюшникова может спокойно гулять с детьми. Раньше, рассказывает, было не только неудобно, но и опасно. Болота были постоянные, ямы большие были. И здесь, и во дворах, и везде. С колеской было очень плохо гулять. Гулять, если то приходилось ямы объезжать. На улице Комсомольская вокруг девяти домов подрядчик завершает благоустройство. Здесь проживают полторы тысячи человек. Кроме асфальтирования проезжей части и замены бордюров приводят в порядок и дворовую территорию. Выполнили где-то 50-60 процентов. Это мы уложили, получается, бордюры. Сейчас приступили к асфальтированию. В частности, работы в основной массе ведутся на Комсомольской улице. Сейчас делаем тротуары. После тротуаров по Комсомольской улице перейдем уже непосредственно во дворы. Стараемся реагировать на замечания жильцов. Кому-то нравится бордюры так, поставить кому-то немножко по-другому. Работы ведутся. Опозданий у нас, в принципе, нет. Вообще здорово. С основания города такого не происходило никогда. А сейчас здорово. Даже ходить приятно. А то страшно были кочки, ямы. В этом году впервые в республике строительные и ремонтные работы идут в рамках сразу нескольких программ. Безопасные качественные дороги, ремонт дворов и благоустройство тротуаров. В результате такого объединения лучше виден результат. Мы хотим сказать большое спасибо, что в этом году такой грандиозный ремонт делают по двору в территориях. У нас такого давно нет. И детей в школу водим. На работу прям приятно по дороге ходить. Вообще прям безопасно. Спасибо, что не только дороги делают автомобильные, но и на жителей, на пешеходов обратили внимание, потому что мы тоже можем ломаться, как и машины. Ну мы поэтому в этом году, можно сказать, начали такой подход применять, чтобы объединять сразу. Если взялись за какую-то территорию, чтобы комплексно сделать, пусть лучше мы не в разных местах делаем много, а вот именно в одном месте и потом дальше будем. Большая красота. Во дворах уже готовятся площадки для установки спортивного оборудования. После заключения муниципальных контрактов появилась экономия средств. Их направят на небольшие участки, не вошедшие в программы. Приятно было слышать оценку жителей, которые просто проходя мимо или специально подходя, говорили не просто слова благодарности, а вот именно они видят вот эту цельную картину, когда не только дорога поменялась во дворе, но появилась общая цельная картина. А еще, когда они понимают, что еще появятся и детские площадки, вот это все, конечно же, настраивает на более правильный лад работы и, самое главное, мотивирует. И здесь мы с жителями договорились, что они свои, ну и с руководителями ТОС, что они дадут еще свои отзывы и предложения, что можно было бы поменять. На Чебоксарску на благоустройство из республиканского бюджета выделено 225 миллионов рублей. В общей сложности в городе планируется отремонтировать 60 дворов, включающих более 300 многоквартирных домов. Все контракты выиграли местные подрядчики, значит, больше будут заботиться о качестве, ведь репутация дороже всего. Мы предусмотрели в муниципальном контракте 5 лет гарантии. Они уже не первый год работают в городе с 2017 года, и поэтому ни мы, ни жители, мы с них не слезем, пока они не выполнят гарантии. Но, конечно, надеемся, что качество будет достойное, потому что у нас и стройконтроль, и мы также заключили дополнительный муниципальный контракт на авторский надзор. Олег Николаев встретился и с участниками долевого строительства многоквартирного дома, где застройщик ОргТехстрой. Первая блоксекция заселена, а жильцы второй части уже третий год не могут дождаться окончания строительства. Взяла ипотеку на приобретение квартиры еще в 2016 году, то есть я с 2016 года жду. До этого дома? Да. До 2016 года я жду свою квартиру и никак не дождемся. Нам пришлось сейчас оформить еще одну ипотеку, чтобы где-то жить. Правительство сейчас склоняется к тому, чтобы найти инвестора для достройки. В отличие от банкротства, это реальный шанс ускорить сдачу дома. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. В Новочебоксарске прошло заседание Народного штаба Олега Николаева. Кандидат на должность главы Чувашии встретился со своими сторонниками. Сейчас перед всеми участниками народных штабов стоит задача донести до жителей программу кандидата. Предвыборная кампания Олега Николаева строится на реализации комплексной программы развития Чувашии. Сейчас как раз должны очень плотно и целенаправленно поработать над тем, чтобы довести все те моменты мероприятия программы комплексного развития Чувашской республики на 5 лет уже до людей в виде предвыборной кампании программы. Мы с вами должны рассказать о тех мероприятиях, которые будут реализовываться. В частности, если взять Новочебоксарск, у нас в области образования в Новочебоксарске планируется за 5 лет реализовать достаточно большой объем работы. Это отремонтировать капитально 7 общообразовательных школ. Там 6-ю гимназию, кадетский лицей, построить детский садик. Есть у нас очень большая программа строительства жилья. У нас, соответственно, задача серьезно обновить систему жилищно-коммунального хозяйства. В ходе встречи каждый участник народного штаба высказался о комплексной программе Олега Николаева. Очень радует и объем, и задачи, которые поставили, и способы решения, которые вы предлагаете, реальные при нашей всеобщей поддержке. И это не только понимание, которое мы должны принести до людей. Программа хорошая, но пообещать можно все что угодно. И бесплатный проезд, и скидку по кварталу, если мы не наполнены над деньгами, это будет очередное разочарование дальнейших людей. Лучше правильно рассказать. Сначала мы посмотрим финансовые возможности, какой у нас будет бюджет. Но потом мы не уменьшим, мы улучшим их положение, но не обещая пустую. Но уже на стадии обсуждения сторонники высказывали свои предложения в программу развития. Выделение земельного участка многодетным семьям. Мы же понимаем, что вопрос может быть в других муниципалитетах, где-то это вообще не встает. А хотелось бы получить земельный участок рядом с городом для развития хозяйства. А такой возможности нет. Как бы сделать так, чтобы наши семьи, многодетные семьи, такие земельные участки получали рядом с городом. Или есть ли возможность посмотреть, заменить получение земельного участка данного денежным выплатами. Представители штаба решили встречаться с населением и разъяснять содержание программы. С ней, кстати, можно познакомиться на специальном сайте zanikolaeva.ru. Там же можно узнать адреса народных штабов по всей Чувашии и мнения известных людей. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Завершился прием документов от партий и кандидатов, решивших участвовать в выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов седьмого созыва. Сегодня муниципальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации двух списков. Прошу проголосовать. В свои списки кандидатов выдвинули две партии – «Единая Россия» и «ЛДПР». Всего в муниципальную избирательную комиссию поступили документы от 11 партий и 168 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Из них 45 – самовыдвиженцев. Сейчас они проверяются. Параллельно идет регистрация. Общее количество выдвинутых от «Единой России» 87 человек, от «ЛДПР» 66 человек. Ранее была зарегистрирована Коммунистическая партия Российской Федерации. В их списках 66 кандидатов и 21 человек по одномандатному избирательному округу. Больше всего кандидатов выдвинули партии, имеющие свои фракции в столичном собрании. У остальных намного меньше. Проверка документов завершится 12 августа. Напомним, выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов 7-го созыва состоятся 13 сентября, в единый день голосования. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Что может быть эффективнее общественного контроля? Какую роль в реализации важных инициатив играют некоммерческие организации? Об этом сегодня говорили за круглым столом в Общественной палате Республики. 20 июля вступили в силу изменения в закон об общественном контроле. Для повышения эффективности работы общественных советов Чуваши они будут сформироваться на конкурсной основе. У нас сформировано новое правительство, которое возглавляет Олег Алексеевич. У нас принята программа развития Чувашской Республики, соревнован высший экономический совет. И очень важно для нас, для всех намечены пути, намеченные решения. Кто теперь будет у нас в составе тех общественных советов, которые вместе с министерствами и ведомствами будут работать для того, чтобы все эти проекты, они были качественны и в срок соответствующим образом реализованы. В Республике работает немало социально ориентированных некоммерческих организаций. Люди объединяются по самым разным признакам. Это общие научные и творческие интересы, профессиональные, благотворительные цели и другие. Все они напрямую связаны с гражданскими инициативами. Конкурсный отбор должен усилить роль подобных организаций. Оптимальные платформы для обсуждения самых важных вопросов, волнующих общество, трудно представить. Некоммерческие организации – это представители гражданского общества. Они пользуются очень большой поддержкой в мире и вообще у нас в Российской Федерации. Вы, наверное, слышали, что и гранты выделяются специальные для поддержки некоммерческих организаций. Некоммерческие организации – это ассоциация, это объединение, это союзы. Вообще человеку свойственно объединяться для решения тех или иных проблем. И когда в это объединение входят интересные, творческие, креативные люди, результаты бывают очень хорошие. В Ибресе завершилась реконструкция этнографического музея под открытым небом. Капитальный ремонт территории и зданий здесь состоялся впервые за 40 лет существования. Это единственный в Чувашии уникальный этнографический парк под открытым небом. Территория – полтора гектара. Все постройки музея – памятники архитектуры республиканского значения. Поэтому реконструкция велась особенно бережно с соблюдением необходимых регламентов. Здания и территория составили единый архитектурный ансамбль. Две смотровые башни у нас замечательные появились, качели и огромная большая сцена, где мы можем принимать не только наши народные фольклорные коллективы, но и коллектив всей нашей республики. В рамках празднования столетия образования Чувашской автономной области здесь планируется провести 20-й ежегодный фольклорный фестиваль мелодии и традиций древних Чуваший. Первая тренировка на татами. Его приобрели в рамках федерального проекта «Спортивное единоборство в массы». Любителей и профессионалов принял центральный зал столичного спортивного клуба «Такуан». И это тот самый случай, когда спорт становится нормой. Президент страны поставил задачу приобщить к здоровому образу жизни больше 50% россиян. Открытый доступ в залы с хорошим современным оборудованием ускоряет достижение цели. Наша задача – дать возможность ребятам 16 лет и старше заниматься бесплатно с сентября-декабрь. Вот этот период с сентября по декабрь месяц. Как мы это будем осуществлять? Мы сформируем временной график и дадим ребятам, чтобы они могли где-то 10 занятий спокойно приходить и без какой-либо оплаты заниматься. Задача – вовлечь как можно больше молодежи в занятия спортом. Конечно, в связи с ограничительными мерами полноценные спортивные занятия в зале начнутся не менее чем через месяц. Но профессиональные спортсмены, члены сборной команды по кёку-синка и карате уже готовятся к предстоящим соревнованиям. Когда нам дают новое оборудование, это, конечно же, пошло на лучший исход, потому что у нас в соревнованиях мы выступаем на таком что-то татаме и нам легче будет готовиться. При проведении тренировок нельзя забывать и о мерах предосторожности. Перед тренировками соблюдаются все меры безопасности – термометрия, дезинфекция, обработка помещений. Все это возлагается на руководителей учреждений, а они должны выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. Важно подчеркнуть, что Министерство физической культуры и спорта Чувашской республики планирует на базе вузов и СУЗов открыть секции «Кокусинкай». Ульяна Пятакова, Павел Иритков, Республика. Это главные новости вторника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин